Атава Ихсан представляет В Мекку лишь через год и без оружия И разрешалось им пробыть в Мекке только три дня За время, прошедшее с момента подписания соглашения Произошло много интересного и замечательного Правители стран мира были приглашены в ислам Само соглашение сблизило стороны Хайбар был покорен, а иудеи обезврежены Мусульмане усилили свой военный потенциал И уж, конечно, превосходили противника духовно Настало время отправляться в Мекку Пророк призвал своих сподвижников И велел им готовиться к этому путешествию Все были рады вернуться в город, который покинули семь лет назад И вот мусульмане выступили в путь Во главе сподвижников стоял сам пророк Отряд двигался в направлении холмов Мекки Язычники знали о выступлении мусульман и приближении их к городу Страх обуял язычников Они боялись, что пророк окружит Мекку как хайбар и покорит этот город Хотя никто из них не смог бы привести примера, когда пророк не выполнил своего обещания Он соблюдал все пункты подписанного год назад соглашения И шел теперь с мусульманами в Мекку лишь ради посещения Каабы Он намеревался пробыть в городе три дня, а затем вернуться в Ясриб Язычники выслали к нему гонцов, чтобы узнать об истинных намерениях пророка Сколько себя помню, я всегда сдерживал свои обещания, сказал им пророк Мы действуем согласно уговору и войдем в город без оружия Гонцам было чему удивляться, глядя на мусульман Они не думали, что увидят таких сильных и счастливых людей Вернувшись в свой город, они сообщили правителям Мекки о словах пророка Однако язычники не пожелали видеть вступление мусульман в город, их поклонение Каабе Поэтому все вместе они покинули Мекку И вот спустя семь лет разлуки пророк, восседающий на Касве, вступал в Мекку На улицах города звучали голоса мусульман Вот мы перед тобой, о Аллах, вот мы перед тобой Они так долго ждали, чтобы увидеть Каабу И Кааба давно ждала, чтобы увидеть мусульман Мекка прижала к своей груди пророка и его последователей В тот день в Мекке цветы раскрыли свои бутоны Язычники, чьи сердца переполняла ненависть, завидовали мусульманам Они разбили лагерь на холмах вокруг Мекки и следили за мусульманами Люди с восхищением смотрели на мусульман и говорили Нет разлукам, нет войне Ничто не ослабило мусульман Посмотрите, как резво они бегают Они очень сильные Мусульмане были счастливы Они наконец-то достигли Каабы Сколько лет они ждали этого мгновения Пророк долго смотрел на Каабу Как прекрасно совершить молитву в Каабе Он велел Белалу подняться на крышу Каабы и прочитать Азан Белал тотчас же взобрался на Каабу И своим пронзительным и сильным голосом стал звать мусульман на молитву В Мекке впервые прозвучал Азан Разгневался сын Абудяхля и Крима Хорошо, что отец не дожил до этих дней Три дня в Мекке царила необыкновенная радость Тоска по Мекке и Каабе немного поутихла в сердцах мусульман Трехдневный срок, в течение которого мусульмане по соглашению могли пребывать в Мекке Подходил к концу Язычники стали волноваться Они боялись, что мусульмане начнут обосновываться в Мекке Не будут возвращаться в Медину Пророк сидел в специально устроенном для него шатре из кожи Рядом с ним сидел Саад Прибыли гонцы от язычников, которые напомнили мусульманам, что срок истек и пора покинуть Мекку Появление гонцов с напоминанием разгневало сподвижников пророка Это не ваша земля, не земля ваших дедов Посланник Аллаха покинет Мекку по собственному желанию, когда этого захочет Пророк же, улыбаясь, обратился к Сааду Саад, не мучай наших гостей там, где мы сами гости Пророк прекрасно знал, что цель гонцов заключалась не в напоминании, а в причинении ему неудобств Но предлагал им дружбу и братство Мекканским язычникам нечего было противопоставить столь ценным качествам пророка Они были поражены деликатным поведением Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, в ответ на столь грубый их выпад Когда гонцы покидали Мекку, они увидели, что мусульмане готовятся в обратный путь Радость у мамы Мусульмане уходили из города Они покидали Мекку с тоскою в сердцах, но с благодарностью Аллаху за то, что смогли посетить Каабу Когда они выходили из города, раздался детский голос «Дядя, дядя!» То была дочь дяди Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует Хамзы, погибшего в битве при Ухуде Ее звали Умама и жила она в Мекке Она знала о приезде Мухаммада в Мекку и хотела вместе с ним уехать в Медину Умама не желала жить среди язычников и высказала свою просьбу пророку Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует Взял Умаму за руки, посадил ее к себе на верблюда И мусульмане продолжили свой путь в Медину Умама радовалась Родственники обрадовались, когда увидели маленькую Умаму Каждый из них хотел предоставить кров малютке Они даже поспорили между собой Но пророк сам разрешил этот спор Умама будет жить у Джафара, своего двоюродного брата Потому что Джафар женат и о девочке будет кому позаботиться Джафар был рад такому исходу Он сразу же поднялся и стал прыгать на одной ноге Что ты делаешь, удивился пророк Когда эфиопцы радуются чему-то, они прыгают перед правителем на одной ноге Я тоже радуюсь, ответил смеясь Джафар И малютка Умама тоже смеялась такому поведению Джафара Трудные, мучительные дни были позади Для ислама словно наступила весна Многие люди принимали эту веру В числе принимавших ислам появились и правители мекканцев Одним из них был предводитель войска язычников Халид бин Валид Именно его изобретательность заставила мусульман потерпеть поражение в ухудском сражении Теперь же он сожалел о содеянном Он поверил в пророческую миссию Мухаммада Да благословит его Аллах, отправился в путь На пути в Медигов пророка Куда идешь? – спросил Амр Не скрывая своих намерений, Халид ответил Путь истины отныне ведом каждому Я поверил в пророческую миссию Мухаммада Да благословит его Аллах и да приветствует Нет смысла ждать Я иду к нему, чтобы принять ислам Рассердился Амр на эти слова Халида бин Валида И хотел было он накричать на него Но остановился и передумал Уж очень ему понравились слова Халида Клянусь Аллахом, я тоже хочу пойти к Мухаммаду Да благословит его Аллах и да приветствует И принять ислам Сказал Амр Халид бин Валид не поверил своим ушам Амр хочет стать мусульманином Да не может этого быть Не Амр ли утверждал какое-то время назад Если и весь мир примет ислам Я не стану мусульманином Не он ли замышлял неладное против Мухаммада Да благословит его Аллах и да приветствует А теперь перед Халидом стоит человек Который хочет стать мусульманином И душа которого согрета исламом Два друга обнялись и вместе отправились в Медину Они явились к Мухаммаду Да благословит его Аллах и да приветствует И выразили желание стать мусульманами Пророк встретил их с радушием Поздравил их с выбором истинной стези Затем он обернулся к окружавшим его людям И сказал Мекка послала нам свои жемчужины Мусульмане радовались Халид бен Валид первым произнес Калимат Шахада Я знал что ты очень умен Сказал пророк Халиду бен Валиду Поэтому ждал этого дня А я совершил множество грехов В отношении тебя Ответил Халид И склонив голову добавил Простит ли меня Аллах за это Пророк прекрасно понимал Что Халида мучает совесть Он простер к небу свои руки И прочитал молитву О Аллах Прости ему все грехи Халид бен Валид успокоился После этой молитвы пророка Отныне он становился Одним из самых сильных воинов пророка Чтобы как-то искупить свои прошлые грехи Он готов был на новые подвиги Ради пророка Милосердие пророка Перед пророком стояли Два главных лица Мекки Настал черед Амра ибн Аса Амр застенчиво склонил голову В течение нескольких лет Он помышлял убить посланника Аллаха С этой целью он подстрекал язычников Разрабатывал разные планы Сейчас он горько сожалел о своих поступках Он думал о своих ошибках в прошлом И говорил про себя «Ой, если бы я не совершал этих злодеяний! Ой, если бы я не замышлял убить пророка!» Пророк не любил указывать людям в лицо на их ошибки Чувство презрения к кому-либо было ему незнакомо Он никогда никого не стыдил «Произнеси калемат шахада, о Амр!» Сказал пророк «Помни, Аллах простит твои грехи» Успокоился Амр, услышав эти слова пророка Он подумал о милостивости Всевышнего И восхитился добродушием пророка Не колеблись ни минуты Он произнес калемат шахада Так Амр стал мусульманином Словно человек, испытывающий жажду Добрался до воды Отныне он будет служить Аллаху и его пророку Он с восхищением смотрел на Мухаммада Да благословит его Аллах и да приветствует Нет другого такого человека на земле Которого бы любили столько, сколько тебя Сказал он пророку Пророк обнял Амра То было для него большой наградой И он был очень счастлив Бесстрашные предводители ислама После соглашения о мире в Худайбии Пророк разослал правителям мира Письма с приглашением принять ислам Гонцы везли по странам послания пророка Одним из таких гонцов был Харис Письмо от пророка Он представил правителю Бусры Шурахбилю Шурахбил исповедовал христианство Он был разгневан письмом пророка И в отместку за нанесенные, как он считал, оскорбления Убил Хариса Убивать послов было неслыханным делом Пророк горько сожалел об этом И это убийство посла мусульман Было большим вызовом исламу Пророк повелел Зайду собрать трехтысячное войско Им было поручено добраться до местечка Дмута Где убили Хариса И приглашать в ислам все местное население Если же они приглашения не примут То начать вооруженные действия против Шурахбила И его сторонников Прежде чем войско отправилось в путь Пророк сказал им Беспрекословно соблюдайте указы Аллаха Бойтесь нарушать запреты Детей не убивайте Щадите женщин и стариков Не уничтожайте деревья Не разрушайте дома Сподвижники внимательно слушали пророка Если в ходе сражения Зайд упадет смертью храбрых Продолжал пророк Предводительство перейдет к Джафару Если Джафар погибнет То командование войском перейдет к Равахе ибн Абдуллаху А если и он погибнет То сами выберите себе командира Пророк проводил их с молитвами и добрыми пожеланиями И вот войско двинулось через пустыню Велика была сила молитв в устах И вера в сердцах этих воинов Между тем Шурахбиль узнал Что против него движется войско мусульман Он попросил помощи у византийского императора И когда мусульмане добрались до Муты Перед ними стояло стотысячное войско противника Мусульман было всего три тысячи Но эти три тысячи воинов Были воодушевлены силой веры Они ничего не боялись И готовы были пасть смертью храбрых Белое знамя ислама Развивалось в руках Зайда И сошлись два войска Пока шло сражение в Муте Аллах чудодейственным образом Демонстрировал Пророку панораму этого сражения Пророк описывал перипетии сражения Окружавшим его людям Зайда пал смертью храбрых Просите Аллаха простить его Знамя поднял Джахфар Вот и он тоже погиб в сражении Просите и ему прощения, о Аллаха Знамя взял в руки Абдаллах И его нашла смерть на поле битвы Просите, о Аллаха, прощения ему Слезы лились из глаз пророка После Абдаллаха знамя перешло в руки Меча из мечей Аллаха О Аллах, помоги ему Мечом из мечей Аллаха Пророк назвал Халида бен Валида Храбрый командующий, новообращенный мусульманин Готовый жизнь свою отдать за ислам Бегство армии В местечке Мута шло ожесточенное сражение Трехтысячное войско мусульман Сражалось со стотысячной армией Византии Три представителя мусульманского войска Пали смертью храбрых Командование перешло к Халиду бен Валиду Халид стремительно наступал на врага Воодушевляясь храбростью командира Мусульмане смело шли за ним Враг был в растерянности Как же такое может быть? Самые храбрые воины византийцев Падали мертвыми на землю от рук мусульман Наступал вечер Обе стороны были изнурены боем И в сражении наступила пауза Халид бен Валид долго не мог заснуть Всю ночь он размышлял и обдумывал новый план сражения Когда приблизился рассвет Он направился к своим воинам Чтобы поведать им о своем новом плане Воины были готовы к бою и ждали своего командира Халид стал менять позиции своих воинов Воинов стоящих впереди он смещал назад и наоборот Воины стоящие слева переместились направо А те кто располагались справа перемещались налево Затем Халид заменил форму воинов Когда вокруг окончательно расцвело Врагу стало не по себе Перед ними, казалось, стоит совсем другое войско Кажется, к ним прибыла помощь Решили византийцы Вчера их здесь не было Так был сломлен боевой дух противника Паника и страх охватили воинов врага И не выдержав, они бросились бежать Стотысячное войско византийцев разваливалось Как карточный домик Врага настигали воины Халида и Бенвалида Сам Халид в ходе сражения поменял семь мечей Трехтысячное войско мусульман Преследовало бежавшее стотысячное войско византийцев После бегства врага Халид бенвалид собрал мусульман И они отправились в обратный путь в Медину Радость сирот Медина праздновала победу мусульман Пророк решил встретить победоносное войско У стен города Вокруг него собралось много людей Дети радостно ожидали победителей И толпились возле пророка Была среди них и дочь Зайда Командующего мусульманским войском Павшего смертью храбрых С отеческой любовью Пророк смотрел на девочку Которая плакала от горя потери отца Пророк не выдержал и тоже заплакал Сочувствуя девочке Указывая на ребенка Он говорил окружающим Вот она, разлука двух любящих друг друга людей Пророк вытер слезы с ее лица И девочка больше не плакала Еще одной утратой была смерть Джафара Сын Джафара тоже был среди детей Он стоял, понурив голову Пророк взял его на руки И посадил на своего верблюда Они ехали на верблюде И пророк пообещал сыну Джафара Большую удачу в жизни А еще прошептал ему на ушко Отцу твоему дали пару крыльев в раю Теперь он может привольно летать там И зовут его летящий Джафар Эти слова успокоили ребенка С этого момента в своих снах Он видел отца в раю И гордился этим Верующие радостно встретили Мусульманское войско Разгромившее византийскую армию Они молились за этих героических воинов Халид Ибн Валид Был очень счастлив Ибо его руками была достигнута Еще одна победа ислама Большие приготовления Исполнилось 8 лет С тех пор, как мекканцы Переехали в Ясриб Ислам как религия Уже укрепился в сердцах верующих С язычниками было подписано Соглашение о перемирии Иудеи были не в том состоянии Чтобы претендовать на победу Над мусульманами Правители мира Уже знали о появлении Новой религии Люди из далеких уголков земли Приезжали в Ясриб Чтобы принять ислам Огромное войско византийцев Было разгромлено Пророк и его сподвижники Радовались этим событиям И все-таки их изводила тоска Тоска по Каабе Как же далеки они были От Каабы Но как они любили ее Кааба – самое красивое место мира Она хранила святость От первых людей на земле И до наших дней Но Мекка все еще была В руках язычников Которые изнутри и снаружи Заставили всю Каабу идолами Они молились не Аллаху А этим каменным изваянием Вели себя перед Каабой Непристойно Пророк очень сожалел об этом Кааба была достойна Чтобы ее очистили от идолов Кааба была достойна Чтобы перед ней Преклонялись люди чистые Искренние И пророк искал пути Для осуществления этого Это было нелегко Язычники не подпускали Каабе чужих Чтобы овладеть Каабой Очистить ее от идолов И сделать доступной Для поклонения Надо было покорить Мекку Силы мусульман Были уже вполне Достаточны для этого Исламское войско Стало крепким И боеспособным Но пророк Не хотел нарушать Перемирие Достигнутого в Худайбии Однако В то время Как мусульмане Соблюдали соглашение О перемирии Язычники Осмелились таки Напасть на друзей пророка Несмотря на заключенное В Худайбии соглашение Язычники все же Пролили кровь Своим низменным поступком Они перечеркнули соглашение Горько было пророку От такого поступка Язычников И он направил им послание Вы нарушили соглашение Достигнутое в Худайбии Если вы продолжите Нарушать соглашение То мы будем вынуждены Пойти на вас войной Страх обуял язычников Они понимали Что пророк прав Но проявив упрямство Мекканцы сообщили Мусульманам Что они готовы К войне с мусульманами Пророк принял решение Идти на Мекку Настало время Преподнести Мекканцам урок Он разослал эту весть Своим сподвижникам Начались приготовления Пророк вел приготовление В тайне от всех Он не хотел кровопролития И думал застать язычников Врасплох Он молил Аллаха Чтобы язычники Не узнали о планах мусульман О Аллах Прошу тебя Сделай шпионов и доносчиков Слепыми и глухими Чтобы не узнали они О наших планах И чтобы не другие Увидели меня внезапно И вот Все приготовления Завершились Собралось Десятитысячное войско Мусульмане Изо всех уголков Прибывали в Ясриб Чтобы влиться в ряды Мусульманского войска Кто знает Может Каабе Суждено пережить Свои самые лучшие дни Десять тысяч факелов С десятитысячным войском Пророк выступил В направлении Мекки Они медленно Продвигались К этому городу Погода стояла Жаркая Но никто не думал Ни о жаре Ни об усталости Сподвижники С возгласами Аллах Акбар Продолжали свой путь Внезапно Пророк Заметил Что-то в пустыне Впереди На пути войска Лежала собака Кормившая своих Щенков Молоком Щенки И не знали Что на них Надвигается Огромное войско Пророк Понял это И призвав Одного из сподвижников Приказал ему Стать около Кормящей собаки Чтобы охранять Ее от Многочисленных Воинов И животных Сподвижник Поскакал вперед И стал около Собаки со щенками Чтобы не потревожить Их Сподвижник Изменил путь Войска Как только Войско миновало Собаку со щенками Сподвижник Быстро поскакал Вслед за ним И занял Своё место Так Благодаря Милосердию Пророка Собака со щенками Остались живы В пустыне Развивались Знамена Исламская армия Шаг за шагом Приближалась К Мекке Цель пророка Заключалась В том Чтобы без крови Взять Мекку И освободить Каабу От каменных Извояний Солнце Приближалось К горизонту До Мекки Было уже Рукой подать Ещё немного И они Вступят В город Язычники Об этом Ничего не знали На землю Опустилась Тьма Пророк Лицом Вниз А если Посох Касался Спины То Идол Падал Именно На спину Эти Идолы Годами Стояли На одном И том же месте Теперь Они Лежали На земле От одного Прикосновения Посоха Они Падали То Было Настоящим Чудом Вскоре Все 360 Идолов Валялись На земле Затем Пророк Перешёл К идолам Установленным Внутри Каабы Он Очистил Каабу От всех Идолов Самое Ценное Сокровище Нашей Планеты Сверкало Словно Чёрный Жемчуг Кааба Прильнула К тем Кто Любил Её А те Кто Любил Её Прильнули К Каабе Пророк Повелел Белалу Призвать Мусульман На молитву Сильно Взволнованный Белал Взобрался На Каабу И призвал Мусульман На молитву Своим Сильным Голосом То Было Счастливое Мгновение Для Белала Он Так Хотел Чтобы Это Мгновение Длилось Вечно Он Вспоминал Прошлое И Благодарил Аллаха Когда-то Только за слова Белала Надев на шею Верёвку Таскали По улицам Мекки В полубессознательном Состоянии Его Пытали И мучили Теперь же Он Перед Язычниками Призывал Мусульман На молитву И руки У язычников Были Коротки Могучий голос Белала Летел Над улицами Мекки Потрясая Души Верующих И приглашал Их На молитву Наблюдавшие За Белалом Язычником Завели Между собой Разговор Рядом Рядом С ними Стоял Новообращенный Абу Суфьян Как хорошо Что отец Не увидел Этих Дней Сказал Один Из Язычников Мухаммад Не смог Найти Нормального Муэдзина Спросил Другой Абу Суфьян Молчал А ты Почему Молчишь Спросили Его Я боюсь Что-либо Сказать Ответил Абу Суфьян Что бы Мы Не говорили Камни И пески Сообщают Это Мухаммаду Вскоре К ним Подошел Пророк Дав Понять Что Давно Знает О происходящем Люди Недоуменно Глядели Друг На друга Сомнений Не было Мухаммад Мир ему И благословение Аллаха Был Пророком О посланник Аллаха Как хорошо Что я Промолчал Сказал Абу Суфьян Пророк Улыбнулся И удалился Любимый Пророк Язычники Страдали Ведь Мусульмане Покорили Мекку Они Были Злы Что Ничего Не могли Противопоставить Мусульманам И Все Таки Находились Люди Которые Продолжали Ненавидеть Пророка Замышляли Его Убить Одного Из них Звали Фадала Когда Пророк Посещал Каабу Фадала Внимательно Следил За ним В душе Фадалы Зрели Подлые Планы Он Любой Ценой Хотел Убить Пророка И вот Настал Удобный Момент Пророк Проходил Мимо Фадалы Когда же Фадала Должен был Нанести Удар Пророк Внезапно Обернулся К нему Улыбнулся И искренне Спросил Ты Фадала Да О посланник Аллаха Простерянно Ответил Тот А о чем Ты думаешь В этот момент Спросил Пророк Замялся Фадала И солгал Я думаю Я стараюсь Постигнуть Аллаха Всевышний Разумеется Дал знать Мухаммаду Об истинных Мыслях И намерениях Фадалы Фадала Собирался Убить Пророка Хоть и Не признавался В этом Но пророк Был милостив Он ко всем Относился С отеческой Любовью Пророк Помолился Аллаху И попросил Всевышнего Простить Фадалу Затем Пророк Подошел К Фадале Положил руки На его грудь И вновь Помолился Аллаху Фадала Понял Что пророк Знал о его Намерениях Когда пророк Отвел руки От груди Фадалы Тот был Очищен От злых Намерений Он восхищенно Взглянул На светлый Лик Пророка Он Многому Научился У пророка Ведь пророк Не только Не стал Наказывать Фадалу Напротив Он Помолился Аллаху Чтобы Всевышний Простил Ему Все грехи Пророк Продолжил Свой путь А Фадала Поделился С окружавшими Его людьми Клянусь Аллахом Но в этот миг Пророк Был для меня Любимей всех людей Кто мог бы быть Любимей его Да никто Нет человека Любимей пророка Нет человека Красивей пророка Преданность пророка Пророк был на земле Где он родился И вырос Мухаммад Да благословит Его Аллах И да приветствует Благодарил Аллаха А среди Мединских Мусульман Поползли Разговоры Как же это так Пророк Достиг Мекки И будет жить Там А Медина Останется Без пророка Пророк Совершал Молитву Когда до него Донеслись Эти взволнованные Разговоры Что случилось Спросил он Своих Сподвижников Ясребцы Не хотели Вовлекать его В ненужные Споры И ответили Что все В порядке Ничего особенного Не произошло Не получив Ответа Пророк Обратился Ко Всевышнему Который Указал ему Чем Взволнованы Люди Тогда Пророк Обратился К своим Сподвижникам Я Я Ищу У Аллаха Защиты От Ваших Волнений И Споров Помните Как Жизнь Смерть Моя Произойдет У вас На глазах Мединские Мусульмане Смутившись Посмотрели На пророка И со Слезами На глазах Окружили Его О пророк Аллаха Обратились Они К нему Мы Спорили Из Любви К тебе Прости Нас Пророк Посмотрел На них С Отеческой Любовью Как Мог Он Покинуть Людей Раскрывших Ему Свои Объятия В самые Трудные Для Него Дни Как Мог Он Покинуть Этих Самоотверженных Людей И Жить В Мекке Несмотря На Огромную Любовь К Мекке Пророк Не Собирался Покидать Ясриб И Когда Мединские Мусульмане Поняли Это Они Ключи От Каабы Усман Ибн Талха Был Когда-то Мушриком Ключи От Каабы Хранились У него В те Дни Он Выступал Против Пророка Когда Мухаммад Да Благословит Его Аллах И Да Приветствует Собирался Пойти В Каабу Помолиться Он Никак Не Хотел Открывать Для Него Каабу Усман Разговаривал С Пророком Грубо И оскорблял Его Но Пророк На него Не гневался Он Только Сказал Ему Усман Настанет День И Ключи Каабы Перейдут Ко мне А я Выберу Среди Людей Хранителя Ключей Тогда Усман Засмеялся Над его Словами И ответил В тот День Все Горожане Мекки Будут Мертвыми Прошло Много Лет Усман Понял Свою Ошибку И Стал Мусульманином Ключи От Каабы Были По-прежнему У него И Вот Он Взял Ключи И Отдал Их Пророк Пророк Улыбаясь Посмотрел На Усмана И Спросил Его Вспомнил Усман 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 Помнил Их Он Стыдился Своего Грубого Поведения Интересно Думал Он А кому Доверят Ключи От Каабы Пророк Усман Посмотрел На Пророка С Любопытством И Надеждой Пророк Улыбнулся И Отдал Ключи От Каабы Усман Ибн Тальхе Пророк Вместе С Усман Ибн Тальхей Билалом И Маленьким Усамой Вошли В Каабу На Полу Валялись Осколки Каменных Идолов Они Собрали Их В Одну Кучу И Выбросили Затем Очистили Каабу Пророк Был Полон Благодарностей И Молитв Всевышнему Когда Они Вышли Со Двора То Увидели Собравшихся Горожан Горожане С Испуганными Глазами Смотрели На Них Они Очень Боялись Предстоящих Событий Будет Ли Посланник Аллаха Мучить И И Истязать Их Будет Ли Пророк Морить Их Голодом И Мучить Жаждой Выселит Ли Их Из Мекки Они Боялись Всего Ведь В прошлом Именно Так Они Поступали С Мухаммадом И Его Единомышленниками Но Пророк Был Пророком Милости И Мира Он Был Послан В этот Мир Спасителем Такие Качества Как Ненависть Гнев Зависть Были Далеки От Пророка Мечтой Пророка Было Братство И Мир Во Всем Мир Он И Не Думал Причинять Какой Либо Вред Язычникам Он Стоял В дверях Каабы И Глядя На Язычников Произнес Он Мекканцы Знаете Же Что Нет Иного Творца Истинным Творцом Является Только Всевышний Он Выполнил Своё Обещание Он Помог Своему Рабу Он Разочаровал Злоумышленников Пророка Что Же Вы Ждете От Меня Никканские Язычники В один Голос Ответили Пророку Ты Наш Брат Олицетворение Доброты И красоты На земле Мы Ждем От тебя Доброты И щедрости Мы С вами Похожи На Пророка Юсуфа И его Братьев Ответил Пророк Как Ответил Юсуф Братьям Так И я Отвечаю Вам Да Простит Вас Аллах Он Милостив И Милосерден Выслушав Пророка Микканцы Переглянулись В глазах Их Засветилась Надежда Можете Идти Вы Все Свободны Сказал Пророк Микканцы Расходились Переполненные Различными Чувствами Они Стыдились Своих Поступков По отношению К нему И были Свидетелями Величия Пророка Они Не знали Что сказать Ему Они Шли Пророк Еще раз Показал Всем Свою Душу Полную Красоты Милосердия Доброты И мира Побег Икримы Икрима Был Сыном Абуджахля Не Было Такого Злодеяния Недоброго Поступка Которого Он Не Сделал Бы По отношению К пророку Когда Пророк Вступил В Мекку Икрима Со страха Покинул Город Жена Икримы Приняла Ислам И понимала Милость И величие Пророка «О пророк Икрима Икрима Решил Бежать Своего Мужа И Нашла И В одном Из Прибрежных Поселков Икрима Собирался Сесть В лодку И уплыть В Йемен Икрима Обратилась К нему Женщина «Не Уезжай! Я Иду К тебе От Самого Доброго Человека На земле!» Посланник Аллаха Дал Слово «Он Не Тронет Тебя!» Икрима Не мог Поверить Своим Ушам Правда Ли Это И Вместе С женой Они Вернулись В Мекку Оба Предстали Перед Пророком Пророк Увидев Икриму И его Жену С радостью Пошел Им Навстречу Повторяя «Добро Пожаловать В Мекку Переселенец! Добро Пожаловать!» Заволновался Икрима Услышав Эти слова Пророка И спросил Его «О Мухаммад! Жена Моя Сказала Мне Что Ты Не Тронешь Меня Правда Ли Это?» Пророк Улыбнулся И ответил Она Сказала Правду «Ты Находишься Под Защитой» Икрима Стыдился Того Что Сделал Пророку От Стыда Он Не Мог Поднять Головы Перед Пророком «Я Прошу Прощения За Все Злодеяния Причиненные Мною Тебе» Сказал Икрима «О Мой Аллах» Сказал Пророк Подняв Руки К небу «Прости Все Поступки Икримы Совершенные Против Меня Все Его Шаги Которые Были Направлены Чтобы Сбить Меня С Истинного Пути Научи Меня Самому Лучшему Из Того Что Ты Знаешь Попросил Пророка Икрима К К Чему Ты Меня Призываешь Я Призываю Тебя Поверить В Аллаха В Его Единство Я Призываю Тебя Верить Моей Пророческой Миссии Ты Должен Совершать Молитвы Отдавать Загат Помогать Бедным И Обездоленным Клянусь Аллахом Поклялся Икрима Ты Меня Призвал К Красивому И Доброму Заверяю Аллаха Что И до Этого Мы Считали Тебя Самым Правдивым И Добрым А Теперь Я Поверил В То Что Нет Творца Кроме Аллаха И Что Ты О Мухаммад Да Благословит Тебя Аллах И Доприветствует Его Раб И Посланник Радость В Мекке Минуло Уже Два Дня Как Мекка Была Покорена Мусульманами Кааба Принадлежала Мусульманам В городе Царила Приподнятая Атмосфера Мусульмане Радовались Тому Что Наконец Смогли Покорить Мекку И Вернуть Себе Каабу Язычники Радовались Тому Что Их Простили Стороны Которые Доселе Враждовали Сегодня Радовались Миру И Согласию Никто Из них Не остался Обделенным И Все Это Было Достигнуто Лишь Благодаря Мудрости Пророка Пророк Стоял На ступеньках Каабы Он Обратился К собравшимся О Люди Всевышний Создал Небо Землю Солнце И Луну Тогда же Он Сделал Мекку Священным Городом В этом Священном Городе Запрещается Кровопролитие Запрещается Уничтожать Деревья Передайте Мои слова Тем Кого Здесь Нет Мекка Священный Город Здесь Нет места Плохим Поступкам Мекка Должна Была Освободиться От чувства Ненависти И зависти От Злых Поступков И намерений Атмосфера Братства И мира Охватившая Мекку Многому Научила Язычников Все Восхищались Милосердием Пророка Ведь он Мог Отомстить Язычникам Но не Сделал Этого Более Того Пророк Никого Не вовлекал В ислам Насильно Язычники Начинали Чувствовать Теплоту Веры Мусульман Хорошие Вести Гуляли По Мекке В этом городе Бились Добрые Сердца И город От этого Становился Краше Он был Пророком Аллаха И многие Учились У него Всевышний Отметил Это В Коране Будь Снисходителен К людям Вели им Творить Добро И не водись С невеждами Священный Коран Сура Седьмая Аят Сто Девяносто Девятый Язычники Бегут К пророку Пророк Был На холме Сафа Годы Тому Назад На этом Холме Он пытался Приглашать Свой народ В ислам Но Тогда Народ Его Не послушался Люди Пальцами Затыкали Уши Чтобы Не слушать Пророка И покидали Холм Теперь Положение Изменилось Язычники Из Мекки Стремились К пророку Тянулись К нему Целыми Группами Они Вступали В ислам На холм Сафа Сбежались Молодежь И старики Дети Соревновались Друг с другом Чтобы увидеть Пророка И получить От него Наставление Пророк Попросил Мекканцев Дать слово Что они Не будут Больше делать Того Что делали В начале Его пророческой Мессии И мекканцы С готовностью Дали слово Отныне Мы будем Признавать Единство Бога Будем Вести Скромный Образ Жизни Будем Чисты И искренни В намерениях И больше Никогда Не поднимем Бунта Против Пророка Язычники Язычники Из Мекки Стали Мусульманами Среди Женщин Была Одна Которая Прикрывала Своё Лицо Чтобы Остаться Неузнанной Этой Женщиной Была Хинд Ставшая Причиной Смерти Любимого Дяди Пророка Хамзы Горько Сожалея Осадеянам Она Тоже Произнесла Калимат Шахада И Приняла Ислам Пророк Узнал Что Хинд Приняла Ислам И простил Ее Хотя Практически Эта Женщина Убила Его Дядю Пророк Был Незлопамятен Он Был Примерным Во всем Человеком В тот День До Наступления Вечера Город Лихорадило Погрязшие В грехах Люди Теперь Держались За подол Халата Пророка И стремились Выбраться Из болота В котором Оказались Все Радовались Этому С Холма Сафа Радостный Крики Людей Возносились Ввысь А в Мекке Наступал Вечер Не царь А пророк Мухаммад Да благословит Его Аллах И да приветствует В Мекке Словно Был Праздник Все Вокруг Радовались И веселились Жил Был Один Бедняк У него Не было Дома И жил Он Под открытым Небом Он Знал О покорении Мекке Пророкам И многое Я ведь не царь Я сын женщины Которая питалась Мясом Высушенным На солнце И хлебом Бедняк Успокоился Перед ним был Не пророк Царь А пророк Раб Он поразился Открытости И доброте Пророка Радость Радость Абубакра Абубакр Годами Не мог Увидеть Отца Ведь Абубакр Вместе С посланником Аллаха Переселился В Ясриб Отец Абубакра Абу Кухафа Был язычником И оставался В Мекке Абубакр Молился Аллаху Чтобы душа Отца Очистилась Верой В ислам Он мечтал Чтобы его Отец Ощутил Все прелести Веры Какие ощущал Он сам Абу Кухафа Был стар Оказавшись В Мекке При первой Жи возможности Абубакр Побежал Навестить Отца С сыновьим Почтением Он поцеловал Руку Отца Обнял Его Они долго Беседовали После столь Длительной Разлуки Абубакр Хотел Вытащить Своего Отца Из трясины Невежества Он взял Его за руку И повел К пророку Пророк Отличался Особой Почтительностью И вежливостью К пожилым Людям Увидев Что самый Лучший Его друг Ведет К нему Своего Старого Отца Пророк Сперва Обратился К Абубакру Зачем Доставлять Столько Забот Отцу Когда мы И сами Могли Пойти К нему Мухаммад Был Был Мухаммад Мухаммад Ибо Она Была Из Достойнейшего Рода Ты Хочешь Чтобы Я Отменил Указ Всевышнего Расстроенным Голосом Спросил Пророк Усама Понял Свою Ошибку О Пророк Прости Меня За Эту Ошибку Пророк Простил Усаму Затем Он Собрал Всех И Сказал Им Подобное Поведение Сгубило Предшествующих Вам Они Всегда Прощали Тех Кто Был Из Достойнейшего Рода А Если Кражу Совершали Бедные И Бесправные То Их Сразу Ж Наказывали Люди Слушали Его Внимательно Если Бы И Моя Дочь Фатима Продолжал Пророк Совершила Бы Подобное Преступление То Клянусь Аллахом Я Наказал Бы Ее Слушающие Пророка Были Поражены Равенством В Исламе Воровку Фатиму Наказали После Чего Она Дала Священное Слово Более Не Воровать Люди Негнушавшиеся Того Чтобы Совершить Кражу Увидели Справедливое Наказание Фатимы И Призадумались Теперь Мекка Постепенно Очищалась От Краж И Несправедливости Город Обновлялся На Глазах Продолжение Следует Не Забудьте Подписаться На Канал А Также Чтобы Быть В Курсе Новых Публикаций Нажмите На Колокольчик Мир Милость И Благословение Аллаха Всем Нам Благословение Продолжение следует... Продолжение следует...